Привет, друзья! Миран на связи! Как мы и обещали, сегодняшнее видео продолжит тему прошлого выпуска обзоры релизов, присланных самими музыкантами. Но на этот раз это не шведские эксперименты с электронщиной, а наш отечественный мрачный металл из Перми — Нидра. Ну что ж, лично у меня первые впечатления от этой группы были весьма положительными. Во-первых, название — Нидра, короткое и запоминающееся, однако других групп с таким же названием найти не удалось, а это однозначно плюс. Во-вторых, лого выглядит круто и вполне читаемо для тех, кто шарит в санскрите. Ну и музыка Нидра с первых нот заставила прослушать всю небольшую дискографию группы от начала и до конца. Разом. А сами знаете, такое редко случается. Ну, начнем по порядку. Свой творческий путь наши сегодняшние гости начали с одноименного EP Нидра. Нидра — это пятипесенный EP, который в материальном мире имеет вид пакетика с диском и обложкой внутри. Выпуском такого странного формата, тиражом в 20 экземпляров, занимался русский лейбл «Кульминус», который является частью «Rigorism Production». Оба лейбла известны своими блэковыми релизами — «Depressive», «Atmosphereic» и прочей радости. Ну и дебютная EP-шка Нидра, хоть и имеет думовые истоки, получилась весьма по блэку. Преобладает гитарное тремоло с бочкой, а «Grow» технически не поставлен и выгребает исключительно из-за экспрессии. Но в принципе, ценители жанра только расстроились бы, если бы услышали в такой музыке идеальную технику экстрим-вокала. Задротство идёт мимо, тут же ребята стараются брать исключительно атмосферой. «Разнувшийся ветром взлом, гружающийся век стволов, всплывающий я, разновы, пролёзами времени, то, что зарезало ты нам». Ну и этот EP, конечно же, играл роль промо-материала. Выпустив его в 2011-м, ребята из Нидра, коих, к слову, всего две штуки, засели в студию. А результатом их работы стал релиз 2013-го года под названием «Коба». Дебютный альбом Нидра вышел на другом отечественном лейбле, «Электрика Кей Лестис», и показывает весьма серьёзный подход дуэта к своему музыкальному делу. Записано всё на хорошей студии, чётенько сведено, для песни «Очуждённость» даже записывали живого клавишника. Да кто сейчас в этом жанре вообще заморачивается с такими вещами? Поищем плюсы, кроме записи сведения. Первыми в уши бросаются ударные. Им до идеальной аранжировки соответствующий жанру не хватает, ну, разве что самого ударника. Партии барабанов прописаны с умом и без излишеств. А то ведь иногда как зафигачат неиграбельные миди-треки в эссе и радуются. А ощущения живой игры нет и в фамине. Ну и вокал, несмотря на свою непрофессиональность, определённо радует. Всего на альбоме есть три вокальных, так сказать, сеттинга. Гроул, чистый, их смесь. И их своевременное чередование не даёт заскучать во время прослушивания. Гроул, чистый, их смесь. Всё, что вокруг росли. Спорным моментом тут можно назвать язык песен. Поют ребята на русском. Это неплохо. Это просто спорно. Всегда ведутся ожесточённые диспуты. На каком языке петь русской группе. Фонетика какого языка больше подходит для блэк металла. И всё в этом роде. Как по мне, так русский язык неплохо вписался в творчество Нидра. Можно слушать, не заморачиваясь, вспоминая перевод. И спокойно погружаться в атмосферу. Ну а такое музыкальное погружение, это и есть главный профит в творчестве Нидра. Который вы ощутите, прослушав этот альбом целиком. Ну а в это время можно позалипать в хороший артворк буклета со всеми текстами. Издавать такие диски для андерграундных команд с каждым годом становится всё сложнее. Об окупаемости такой работы не может быть и речи. Но я надеюсь, что с нашей с вами помощью ситуация может измениться. И последующие релизы Нидра будут радовать нас качеством как музыки, так и оформления. Спящие небо сны, распятые судьбы, пропавшие свинцом небесы. Стертой памяти Без черцевых кровь Что мы имеем в итоге? Очень атмосферный коллектив из Перми со всеми задатками для дальнейшего продуктивного существования. Творчество которого может навеять грусть, хандру и прочие меланхолии. То есть задеть заживое. А это как раз то, что от музыки и требуется. Ну а теперь попрошу всех вас высказать своё мнение по поводу этого выпуска в комментариях. И ещё раз хочу сказать, что каждое сказанное вами слово помогает нам и нашим гостям держаться правильного курса. Ну а всех музыкантов приглашаю принять участие в наших новых выпусках MMM Review. Выходите с нами на связь, присылайте свои диски. Ну а мы расскажем о вас всей аудитории Metal Music Madness. Ну и конечно же ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а если смотрите это видео ВКонтакте, то непременно нажимайте на кнопку «Рассказать друзьям». С вами был Миран. До связи! Субтитры сделал DimaTorzok